здравствуйте меня зовут федор васильев и в этом видео я хочу показать вам модуль логин форум вход и авторизация на сайте joomla все мы знаем что на сайте joomla есть свой родной модуль авторизации регистрации на сайте но возможно он по дизайну будет для вас скромный в зависимости от того какой шаблон вы используете модуль который хочу показать в этом видео интересен и он совместим с конструктором страниц гридбокс а чем конкретно интересен этот модуль давайте посмотрим в этом видео и итак бесплатный модуль авторизации регистрации на сайте joomla вот сейчас перед вами данный модуль он выглядит интересно по дизайну сейчас мы его более подробно разберем и интересен он тем что он не капризничает с конструктором страниц гридбокс те кто любит конструктор страниц и пользуются конструктором гридбокс скорее всего знают что гридбокс особо не любят сторонних расширений например нам что-то не хватает по функционалу мы ищем дополнительные плагины модули они конфликт конфликтуют с гридбокс вот сейчас передо мной страница гридбокс тестовый сайт я разместил здесь модуль он по дизайну очень близко и смотрится с дизайном в принципе шаблонов гридбокс поэтому здесь я и тестировал естественно данный модуль вы можете попробовать с любым другим вашим шаблоном если вы не используете конструкторы естественно модуль имеет и недостатки о них поговорим чуть позже а сейчас давайте поговорим о достоинствах во-первых разработчик данного модуля jumdev ссылку на скачивание чтобы вы не искали я оставлю на своем сайте fedor васильев точку ком кто не знает мой адрес здесь по аналогии вы пройдете в блог идете в раздел jumla зайдете в соответствующую статью и обычно я оставляю вот такого рода ссылку то есть вот она ссылка копируете вставляете и скачивайте но здесь потребуется вам произвести бесплатную обычную регистрацию на сайте jumdev просто регистрируйтесь и скачивайте последнюю версию бесплатного модуля а теперь о достоинствах можно прицепить поддержку google рекапча защита от спама регистрация на ajax это значит без перезагрузки страницы должна пройти регистрация показать скрыть пароль ну такое как бы принципе прикольная фишка полная совместимость jumel 4 но jumel 4 у нас еще на данный момент записи видео пока в бета-тестирование но совместимость уже есть хорошо совместим с модулем входа в jumel стандартный модуль ну вы можете на сайте дальше ознакомиться какие здесь еще преимущества казалось бы так много преимущества но на самом деле есть и недостатки давайте сразу поговорим про недостатки во-первых он бесплатный и поэтому как правило в бесплатных нам не хватает функционала первый недостаток например английский язык вы видите что некоторые моменты например восстановить пароль восстановить логин это на английском языке то есть он не русифицирован и придется вам лезть в языковые файлы данного модуля и переименовывать на русский язык если у вас есть такой навык на самом деле это не сложно и строк тут мало для перевода то есть перевести можно минут за 10 до 20 следующий недостаток это дизайн вот эти синие кнопки мы не можем с вами просто так в настройках переключиться а нам придется это сделать сто процентов так как если я например авторизуюсь вот эта кнопка выйти это дизайн кнопки цвет grid box соответственно нам придется модуль подстраивать под дизайн нашего сайта значит фиолетовые кнопки придется их назначать для этого нужно минимальные знания css для тех кто вообще не в курсе я покажу как это просто сделать ну я не буду весь процесс показывать просто дам небольшую подсказку дальше как действовать для этого вам придется немножко навыков заиметь именно как вставлять css на сайте то есть по кнопке по синему цвету правой кнопкой мыши я клику и нажимаю просмотреть код элемента то есть это все в браузере можно сделать вот здесь вот есть такая вкладка стиль вот здесь я кликаю чтобы просматривать компьютерную версию вот чтобы видеть эти кнопки вот сразу вижу смотрите background color это заливка цвета вот это логин и бордер это рамка прямо здесь я по цвету могу кликнуть выбрать фиолетовый цвет вы видите давайте я вот здесь вот более точный цвет поставлю то есть чтобы вы понимали вот сейчас она у нас фиолетовая розовая такая чтобы вы понимали что это происходит изменение не на сайте то есть это просто визуализация чтобы это применилось на сайте по сути нам нужно скопировать вот этот весь код вот как я его выделил скопировать и это нужно разместить в админке вашего сайта либо лезть в файлы шаблона либо скачать дополнительный модуль который позволяет вставлять сторонний css или же очень часто в шаблонах бывает такое что есть возможность ставить css в gridbox как раз такое есть в принципе можно посмотреть кнопку войти выйти здесь тоже надо сделать правой кнопкой кликнуть по данной кнопке и увидеть что здесь тоже надо будет отдельно менять цвет я сразу забежал вперед по поводу настройки дизайна но не рассказал еще совсем о настройках данного модуля хотя это надо было сделать вначале но так как я уже начал говорить про цвет давайте я покажу что в gridbox это легко сделать то есть я прямо отсюда копирую на всякий случай я вставлю это в блокнот посмотреть как код выглядит вот так это выглядит то есть цвет заливки и рамка еще раз отсюда из блокнота копирую закрываю редактор смотрите если обновлю страницу вы мы видим что у нас изменения не применились перехожу в режим редактированной страницы конструктор gridbox перехожу инструменты редактор кода у вас здесь скорее все будет пусто но если здесь какой-то код уже есть то просто ниже отступаю и проставляю тот код который скопировал с браузера нажимаю сохранить страницу иду на сайт обновляюсь и вы видите что кнопки уже применились то есть теперь уже будет всегда цвет вот этот розовый под мой дизайн моего сайта ну и по аналогии кнопку войти тоже цвет можно поменять соответственно в идеале здесь надо поиграться с размером кнопок потому что если я зайду то кнопка выйти вообще все кнопки на моем сайте gridbox они более такие жирные либо на самом gridbox очень просто легко толщину кнопок убавить если толщина же кнопок вас устраивает придется здесь вот эти кнопки размер праве также через код ну а теперь а посмотрим значит сам модуль от кнопка регистрация если у вас вы не видят этих полей вы должны включить регистрацию на сайте joomla это пользователи менеджер пользователей настройки убедитесь что регистрация вот здесь вот стоит да тогда у вас будет как у меня вы увидите возможность регистрация прямо с сайта здесь а теперь давайте посмотрим сам модуль то есть находится он в модулях естественно после установки до регистр логи называется заходим настроек здесь немного но давайте их разберем первая опция что по умолчанию показывать авторизацию или регистрацию то есть когда сайт обновлен то есть мы вот обновляем страницу мы видим авторизацию чтобы зарегистрироваться нам нужно нажать вот на эту кнопку вот можно сделать так чтобы вот эта страница была сразу открыта здесь вы выбираете дальше радио батон или тапс вот тапс мне больше нравится это вот эти кнопки либо радио кнопки либо вот такие кнопки поинтереснее смотрится дальше аякс регистрация то есть отключить возможность зарегистрироваться без перезагрузки страницы если какие-то проблемы у вас этим будут вы можете аякс отключить и тогда регистрация будет обычная если вы хотите чтобы уведомление приходили администратору сайта о новой регистрации на сайте то есть кто-то зарегистрировался вот здесь стоит да не хотите уведомлений ставьте нет дальше подключение google рекапча если хотите чтобы защищена была форма от спама тогда включаем но здесь нам придется получить ключ от google то есть как это сделать отдельный урок найдите в интернете дальше смотрим redirect логин перенаправлять ли пользователя когда он авторизуется если да здесь можно выбрать страницу например создать отдельную страницу где вы напишите спасибо что вы снова с нами да или что-то такое и можно здесь перенаправлять и также логаут redirect page то есть когда человек нажал на кнопку выход с сайта перенаправлять на страницу отдельно созданную например мы будем рады видеть вас снова да что такое написать дальше смотрите вот этот классный на самом деле опция позволяющий при регистрации указать правила сайта чтобы человек согласился с этими правилами прежде чем он зарегистрируется то есть если такое на сайте вам нужно здесь это предусмотрим вот это checkbox и здесь можно его написать на русском то есть если вам это не нужно вы отключаете все это если это нужно включаем вот здесь вот по-русски пишите согласен на политику конфиденциальности или согласен там что у нас происходит там обработка данных ну в общем такая вот вещь да здесь текст пишите а вот здесь вы можете выбрать статью где у вас будет вот эта вся политика конфиденциальности то есть чтобы человек мог вот сюда вот кликнуть и ознакомиться с вашей политикой или это могут быть правила сайта дальше тоже классная фишка checkbox зажат давайте посмотрим то есть чтобы человек не ставил эту галочку она уже автоматически то есть при регистрации он автоматически подтверждает правила сайта видите checkbox у меня зажат уже вот он разжат вот так он зажат соответственно вы здесь решаете если не нужно чтобы автоматически была зажата ставите нет а дальше например мы здесь указали статью с политикой конфиденциальности здесь вот классная опция open in modal pop-up то есть показать во всплывающем окне данную политику а можно выбрать открыть в новом окне на странице то есть если вы во всплывающем окне то по клику вот так во всплывающем окне здесь будет текст вашей политики и дальше дисей был лейбл показать пометки вот эти вот логин пароль лучше оставить показать потому что если их отключить как-то у нас тут рушится дизайн этой формы вот такой получился урок надеюсь модуль вас также заинтересует модуль бесплатный если немножко здесь приложить усилий то есть покрасить в цвет дизайна перевести те строки которые у нас не привезем не переведенный на русский язык и модуль будет у нас как влитой в нашем дизайне нашего сайта